Добрый день! Я, Ариэль Бульштейн, официальный представитель Офиса премьер-министра Израиля, познакомлю вас с последними новостями на русском языке. Армия обороны Израиля довела до конца ликвидацию террористической инфраструктуры, преминирование которой позавчера погибло более 20 наших бойцов. Душераздирающие жертвы этой войны служат напоминанием о том, что наша свобода и безопасность – это права, которые отстаиваются с большим трудом и высокой ценой, и что мы в вечном долгу перед теми, чье мужество и самопожертвование помогло нам эти права обрести и защитить. Израиль сделает все возможное, чтобы вызволить заложников из лап убийц и вернуть их домой. Своё предложение в этом контексте мы направили странам-посредницам. Хамас же снова и снова демонстрирует нечеловеческий уровень ненависти и зла. Даже разрушительные последствия войны для мирных жителей Газы не останавливают террористов, которые прикрываются детьми и женщинами как живым щитом. Хамас продолжает подвергать заложников смертельной опасности. Становится все более очевидно, что мучения, которым они подвергаются, включают ужасающее сексуальное насилие. Недавно освобожденная заложница Авива Сигаль выступила на заседании комиссии КНЕСЭТа с рассказом о сексуальном и гендерном насилии, учиненном террористами. «Террористы специально приносят неподходящую одежду, одежду для кукол, и превращают девочек в свои игрушки», – сказала она. «Куклы на ниточках, с которыми можно делать всё, что хочешь и когда хочешь. Я всё ещё там, моё тело там», – подвела итог своему рассказу. Мальчики тоже проходят через насилие, через то же, что девочки. Может быть, они не беременеют, не могут забеременеть, но они для этих злодеев тоже марионетки на ниточках. Показания Сигаль свидетельствуют о варварской и бесчеловечной тактике, используемой террористами Хамаса, для того, чтобы подвергать заложников самым ужасным страданиям. Израиль сделает всё возможное, чтобы положить этому конец, вернуть заложников домой. Но пока это не случилось, они продолжают подвергаться ужасному насилию и варварскому психологическому воздействию. Идеология террора Хамаса распространяется и на другие фронты. Недавно служба безопасности Израиля предотвратила попытку взорвать грузовик с бомбой в Иерусалиме возле здания КНЕСЭТа израильского парламента. Двое арабских жителей Иерусалима были арестованы после покупки перекиси водорода для изготовления взрывчатки. Предполагается, что оба являются сторонниками ИГИЛ, и у них найдены тетради с обширными планами террористических атак. Идеология Хамаса настолько глубоко въелась в палестинское общество, даже за пределами Газы, что становится ясно – уничтожения Хамаса недостаточно для достижения стабильности в регионе. В ходе опроса, проведенного 10 января среди представителей и жителей арабского мира, институт Дохи выяснил, что никто из опрошенных арабских жителей Иудеи и Самарии, районов, которые известны как западный берег реки Ярдан, не считает атаку Хамаса 7 октября нелегитимной. 79% сочли ее абсолютно законной. Это почти 80%. 11% других посчитали ее законной, но, может быть, не полностью. 4% считают, что она была законной, но при этом были совершены некоторые небольшие преступления. И 6% не смогли ответить на вопрос. Ни один, заметьте, ни один из участников опроса не осудил зверства, совершенные Хамасом. Отсутствие осуждения и поддержка зверств свидетельствуют о том, что для достижения сосуществования в регионе или хотя бы устойчивого прекращения огня предстоит сделать еще очень многое. В частности, провести дерадикализацию умов арабского населения. Израиль будет продолжать войну в Газе до полного уничтожения инфраструктуры и военного потенциала с Хамаса. С тем, чтобы нашим гражданам и всему миру ничего оттуда более не угрожало. Как всегда, мы круглосуточно готовы ответить на ваши вопросы по контактным данным, указанным на экране. Спасибо. 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 Спасибо.